Здравствуйте! Что можно приобрести на ярмарках, получится ли подешевле и как организован контроль за качеством продукции? Об этом говорим в нашей студии руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов и директор муниципального предприятия ярмарки Константин Уланов. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, когда обычно в Самаре стартует сезон ярмарок и в этом году? Какая была ключевая дата? Традиционно открытие сельскохозяйственных ярмарок привязано к осеннему сбору урожая, поэтому муниципальные торговые сельскохозяйственные ярмарки начали свою работу в начале сентября и продолжат ее в зависимости от локации либо до конца октября, либо до начала декабря месяца. Константин, ваше предприятие, которое вы возглавляете с говорящим названием ярмарки Самары, сейчас активнее всего работает, наверное. Так-то вы круглый год работаете? Естественно. Сейчас какие у вас функции и задачи? Как вы стартовали в этом году? Мы запустили две ярмарки. Одну на МЕГ-заводе запустили 1 сентября и вторую на площади Куйбышева, традиционную сельскохозяйственную ярмарку, мы запустили 14 сентября. Сейчас обе ярмарки работают, ждут своих посетителей, и, собственно, мы обеспечиваем работоспособность и деятельность этих двух ярмарок. В связи с тем, что на площади Куйбышева проходят такие массовые мероприятия, в ближайшее время, по-моему, планируется, будут как-то сдвигаться графики по выходным дням? Да, у нас на конец сентября будет перерыв небольшой в работе. Мы на время проведения Всемирного дня халяль и на время выступления Билана. Да, мы приостановим свою деятельность, это требование безопасности. Потом мы продолжим уже... Огрожане как-то предупреждаются об этом, да? Мы изначально, да, мы изначально сразу предупреждаем о режиме работы ярмарки, как она будет функционировать. Поэтому и участники ярмарки, как торгующие, так и покупатели в курсе этих событий. Участники ярмарки, торгующие, как вы сказали, это одни и те же сельхозпредприятия, районы или новые тоже какие-то, уже участвуют тоже в ярмарках? Ну, список участников, он достаточно большой. Мы увеличили в прошлом году количество мест до 296. У нас раньше было 270 мест, и даже это увеличение, оно не покрывает той потребности, которая существует. В участниках ярмарки у нас представители всех практически муниципальных районах Самарской области. Вы ориентируетесь на Самарскую область все-таки? Мы в первую очередь ориентируемся на Самарскую область, но у нас также идут участниками ярмарки и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства соседних областей, граничащих Самарской области. Есть участники даже из Крыма, есть из Краснодарского края. Поэтому ярмарка востребована не только у местных. А чем они мотивированы? Что привлекает продавцов продукции? Какие у них плюсы? Я уже говорил, что ярмарка, она традиционная. Она с 2011 года только в реестре. На самом деле она и раньше проходила. Жители привыкли. Это фактически центральная такая ярмарка в Ленинском районе для жителей Ленинского, Самарского района. Она, наверное, популярна и востребована. Да, да, да. Это я могу подтвердить, как житель Ленинского района. Этим, наверное, и привлекает доступно. А для продавцов? Для продавцов, количеством посетителей. То есть свой интерес у них есть? Конечно, конечно. Сразу хочу спросить про льготную такую социальную составляющую. Есть ли места для продавцов, пенсионеров и так далее? Как это все организовано? Любая ярмарочная торговля, которая организована в городе. В этом году мы организовали пять больших площадок. Это площадь Куйбышева, где организовано 296 мест для торговли. И любая последующая. Они предполагают места для льготных категорий граждан, для пенсионеров. В частности, на площади Куйбышева это 40 торговых мест. Если говорить о ярмарке, которая тоже оператором является ярмарки Самара. Это в Красногленском районе, в районе Дома культуры Октябрь. Там из 90 мест 20 предполагается как раз для торговли лица пенсионеров. И другие ярмарки, которые также будут открыты в этом году. В частности, это Киевская и Тухачевская. Большая ярмарка, которой не было до сих пор. По результатам конкурса договор заключен с организацией Сферы С, где предполагается 180 торговых мест. 36 из них также предполагается выделять бесплатно для торговли пенсионерам. Кроме того, у нас в этом году запланирована ярмарочная торговля на пересечении улиц Московского шоссе и Революционная. Это тоже новое место. В этом году оно будет организовано. По результатам конкурса у нас также заключен договор с коммерческой структурой про маркет. Организовывать они будут эту ярмарку начиная с октября месяца. И продолжит она работу свою на ежедневной основе вплоть до 2022 года. Из 150 мест там точно так же предполагается 30 мест обеспечить для торговли пенсионерам. Ассортимент продукции как-то меняется? Или это в принципе традиционно овощи, молоко, мясо и так далее? Или что-то новое все-таки появляется? Чем можно привлечь нашу публику туда, горожан? Может быть какие-то изысканные деликатесы, что-то такое появляется? На площади Куйбышева ярмарка происходит именно как сельскохозяйственная. Ну вот рыба каких-то сортов, мне кажется, да? Копчение, деликатесы. Эта продукция есть как мясная, так и рыбная. Мед в большом количестве. Он так же на нашей ярмарке представлен. А кроме продуктов что-то, допустим, те же саженцы или сувенирные продукции, что-то можно там кроме продуктов приобрести? У нас есть участники, которые реализовывают саженцы плодовых деревьев, цветы. Они фактически на центральном входе располагаются. Пройти мимо невозможно. Пройти мимо вы точно не пройдете. Кроме этого, традиционные овощи, фрукты, все, что сезонное сейчас произрастает, убирается на полях. Это все так же представлено на ярмарке. Но самый главный вопрос для потребителя – это цена и качество. Как регулируются цены, какой механизм? Не может ли получиться так, что они будут выше тех же, что на губернском рынке и так далее? Давайте, наверное, я начну. Любая цена регулируется, должна, безусловно, рынком. Но для того, чтобы цена на организованных площадках под ярмарочную торговлю все-таки была ниже, чем на традиционных местах, мы обеспечиваем конкурентную среду для того, чтобы каждая линейка продуктовая имела определенное количество продавцов, чтобы они конкурировали между собой. И, соответственно, от этого выигрывал покупатель. Это обязательные условия организации ярмарок. То есть там никакой монополии, олигополии и даже близко быть не может. И в этом плане мы мониторим цены, безусловно, на ежедневной основе, а не только в трехдневный период. И сравниваем их с теми ценами, которые представлены в широком доступе в магазинах нашего города. Ну, средняя температура по больнице, это, конечно, не очень хорошо, наверное. Но, тем не менее, на площади Куйбышева цена ниже, чем в магазинах, примерно на 15%. Если говорить о конкретных товарных группах, то яйцо, предположим, можно купить как дешевле, так и дороже. Но дороже – это, естественно, та продукция, которая выше качеством, которая имеет уже частное производство, а не промышленное. И так дальше можно и по картофелю рассказать, и по капусте, и так далее. Вот это-то и привлекает покупателей. Ценовая политика, наверное, да, в первую очередь. Ну и качество. В последнее время очень много говорят о молочных продуктах, что там состав какой-то, вот нужно там, где там молоко, где какие-то заменители. Как все это контролируется? И бывают ли случаи, сразу спрошу обвеса, недовеса, вот что-то, обмана, прямо так скажем, как они разбираются, если есть такие жалобы? Да, давайте начну с качества. У предприятия заключен договор с лабораторией, которая отслеживает ежедневно, отслеживает то качество, забирает пробы, анализы, проводит осмотры. Это проводится систематически, ежедневно, и ежедневно по утрам, когда наполняется ярмарка, и потом в течение работы ярмарки врачи также проходят, смотрят, какие изменения произошли, смотрят, клейменное мясо, не клейменное, проведено ли в системе Меркурий, та продукция животного происхождения, которая должна быть там зарегистрирована. Все это контролируют врачи. То, что касается обвеса, обсчета, здесь мы организовываем контрольные весы для того, чтобы... Да, естественно. У места работы администраторов установлены контрольные весы, любой посетитель ярмарки может прийти, проверить, сколько ему продали, взвесить. Если будет какой-то вопрос по обвесу, то, обратившись к администраторам, можно эту проблему решить на месте. Если обсчет, опять-таки, администраторы работают, на площади Куйбышева работает сейчас 4 администратора в ярмарочные дни. Они постоянно также обходят, смотрят, следят за порядком на ярмарке. С ними вопросы все фактически можно решить по взаимоотношениям с продавцами. Еще такие вот два продукта, как грибы и мед тоже. Вот грибы, это опасно, да, вот если попадется, допустим, какие-то, как они называются, фальшивые, нет, не фальшивые. Я дополню, наверное, коллегу, каждая продуктовая линейка проходит в обязательном порядке утреннюю контрольную проверку. Поэтому беспокоиться о том, что на ярмарке на площади Куйбышева что-то будет не соответствовать нормам не стоит. Приходите и спокойно приобретайте качественный продукт. Обратная связь с покупателями у вас выстроена? Как вы реагируете на какие-то предложения, замечания, может быть? И в конце, наверное, каждого сезона подводятся какие-то итоги. Допустим, по сравнению с прошлым годом, что-то усовершенствовалось? Что-то вы приняли во внимание, изменили? Конечно, мы изменили. У нас постоянно и меняется законодательство. Всем этим изменениям мы должны соответствовать. меняем где-то подходы в работе с участниками ярмарки. Ярмарки смотрим также и по безопасности. Какие изменения должны нами быть приняты? В прошлом году мы сделали даже замеры посещаемости на ярмарке. В этом году их продолжаем. Где-то пытаемся улучшить условия для посетителей. Были у нас какие-то неудобства для завоза продукции утренней. Сейчас более-менее их смогли устранить. Была проблема с парковкой. Нельзя было парковаться на Красноармейской. В этом году знаки не стали устанавливать. Их сейчас нет на Красноармейской улице. Поэтому где-то улучшаемся. Предела совершенства, наверное, и нет. А подъезд для льготной категории, допустим, для тех же инвалидов, есть для транспорта? Чтобы им тоже можно было донести продукцию какую-то тяжелую? Со стороны сквера, который расположен с улицы Галактионовской, там есть пропускной пункт, где инвалиды могут беспрепятственно как раз подъехать и использовать эту ярмарку в своих целях. Кроме того, мы планируем несколько пошире сделать парковочный карман со стороны улицы Вилоновской. Он сейчас примерно 30-метровую зону имеет. Будет иметь где-то 45-метровую зону со следующей недели. Хорошая новость. Потому что действительно неудобно где-то стоять далеко машину, а потом нести. В основном-то много приобретают ярмарки. Ну и продавцы ярмарок, они тоже идут навстречу покупателям. Мы обратили внимание, что очень многие начали использовать тележки и помогают доставлять до автомобилей крупные покупки. По крайней мере, это сервис организован. У нас есть сюжет на тему о том, как открылись ярмарки в этом году. Давайте посмотрим и продолжим разговор. Традиционные сельхозярмарки в Самаре начали работу. Продавать фрукты, овощи, мясо и рыбу от местных производителей будут до конца октября. Запастись продуктами впрок можно на пяти базарах. У ДК «Октябрь» на пересечении Киевской и Тухачевского, революционной Карла Маркса, Уральской, Кряжской и на площади Куйбышева. Здесь продавцам предоставляют 296 торговых точек. Для пенсионеров выделены отдельные ряды. Также всем предоставили изготовленные в едином стиле фартуки и ценники для товаров. У всех все было роздано, но предприниматели некоторые почему-то считают свои ценники наиболее для покупателей очевидными. Будем работать в этом направлении. В этом году в Самаре появятся сельхозярмарки малого формата. Они откроются в каждом районе города после окончания работы крупных базаров. Сейчас формируется список мест размещения. Глава города поручила руководителям районных администраций определиться с площадками в ближайшее время. Планируется, что сельхозярмарки малого формата будут работать в городе до начала декабря. Контроль со стороны городских властей осуществляется. И хотелось бы узнать, какие проблемы, вопросы поднимаются вот на таких совещаниях. Что предстоит решить в ближайшее время? И как будет выстроена вообще вот эта работа? Ну, вся ярмарочная работа, выстроенная в городе, она нацелена на то, чтобы конкуренция, конкурентная среда и конкуренция была на очень высоком уровне, чтобы покупатель имел возможность получить продукцию, во-первых, в широкой линейке ценовой, во-вторых, все-таки получать продукцию по наименьшей стоимости. И связано это как раз с тем, что много производителей было представлено на нашем рынке. Кроме крупноформатных ярмарок, у нас в этом году запланированная ярмарочная торговля, и мы к ней как раз придем где-то в ноябре месяце, уже мелкоформатная на территории города. Сейчас с главными внутригородских районах мы уточняем места, с их точки зрения наиболее оптимальные для посещения людей, и в качестве удобства, в качестве парковок и так далее. Мы будем размещать там достаточно большие шатры 6х6, то есть формат этот люди сразу увидят. Мы оценим, как люди реагируют к этому формату ярмарочной торговли. Если результаты работы будут положительными, то со следующего года мы будем тиражировать подобный формат, не только по 6-8 точкам, которые будут в этом году размещены, но и на следующие улицы. Какие требования предъявляются к продавцам продукции, на каких основаниях, условиях они могут выйти на площадь, чтобы начать торговать? Как вот эта работа выстраивается? И есть ли такой черный список, допустим, вот набрали замечания, вот именно эти продавцы, именно это хозяйство или некачественная продукция? Как вот все отслеживается? Мы фактически на площадь Куйбышева приоритетно набираем сельхоз, производитель товаропроизводителей. Здесь выстраивается взаимодействие и с Департаментом экономического развития, и с Министерством сельского хозяйства Самарской области. У нас перед стартом ярмарки на площади Куйбышева направляются письма в муниципальные районы. От них поступает обратная связь о тех сельхозтоваропроизводителях, которые имеют желание попасть на ярмарку. От них в итоге поступает обратная связь в Министерство сельского хозяйства. Там аккумулируются и списки участников, подтвержденные Министерством сельского хозяйства, как именно сельхозпроизводителей. Эти списки попадают к нам на предприятия. Такие сельхозпроизводители имеют приоритет при размещении. Также к нам подаются заявления о участии в ярмарке. Подаются они минуемыми сельхоз, теми же сельхозпроизводителями. Они также имеют приоритет при размещении. То есть кому-то вы отказываете, потому что говорится приоритет, значит есть. Это не то, что отказываем. У нас получается достаточно большая группа товаров представлена, есть товарные соседства. Поэтому из этих соображений распределяется по количеству мест. И сельхозпроизводители имеют достаточно ограниченный запас. Поэтому когда свою продукцию они распродали, и место освобождается, у нас получается сменяемость участников ярмарки. И фактически всех заявленных до начала ярмарки мы в течение деятельности ярмарки можем разместить. Часто при торговле образуется, конечно, мусор, какие-то ящики, еще что-то, некачественные товары. Как решается, возникает ли с этим проблема с уборкой? Территория после торговли? Есть ли жалобы? Территория достаточно большая, сложности всегда есть. В целом у нас на сегодняшний день есть единый региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов. С ним заключен договор, свои обязательства они выполняют. По уборке территории мы провели конкурс. У нас победителем этого конкурса стало муниципальное предприятие благоустройства. На сегодняшний день они также свои обязанности выполняют. Идет в течение работы ярмарки, идет подбор мусора, потому что так или иначе где-то что-то упало, бумажки сыпятся, все это убирается, увозится. Торгующие участники ярмарки, они убирают свое место самостоятельно на момент окончания торгового дня. Дальше весь этот мусор аккумулируется на контейнерных площадках, вывозится, все хорошо работает. Приобрести товар в будни и выходные, когда, где можно? Вот график продаж работы ярмарок. То, что касается площади Куйбышева, ярмарочная торговля осуществляется с пятницы по воскресенье, включительно с 8 утра до 18 вечера. То, что касается Дома культуры «Октябрь» в Красноглинском районе, точно так же с пятницы по воскресенье, включительно с 8.00 до 18 часов. Предполагаемые к открытию ярмарки на Киевской, Тухачевского и на революционный Московского шоссе предполагают ежедневный режим работы. Сейчас как раз выигравшие конкурсные процедуры структуры производят размещение торговых объектов, куда могут жители обратиться и приобрести товары. Погодные условия как-то отражаются на посещаемости? Потому что все-таки осень, и может быть и снег, и дождь даже. Да, естественно, посещаемость падает во время дождя. Но как только дожди заканчиваются, все становится хорошо. А дата конечная уже, окончание ярмарочной торговли, она запланирована? Или это тоже от погоды зависит? Можно еще продлить там? По площади Куйбышева мы закончим работу в последнее воскресенье октября. По ярмарке УДК «Октябрь» мы будем работать до конца ноября. Лично вас как-то привлекает вот такая ярмарочная торговля? Вы пользуетесь вот таким видом? Вышли, осмотрелись и купили, что... Ярмарочная торговля, она популярна не только, наверное, в Самаре и в мире. Конечно же, ходим, ходят наши родители. С удовольствием посещаем ярмарку, приобретаем продукцию. Ну и призываем всех жителей города воспользоваться этими днями ярмарочной торговли. Потому что это в нашей, мне кажется, в наших традициях. Да. А площадь Куйбышева – это традиционное, очень популярное место. Ну, департамент просто завален письмами, начиная с августа. Почему вы не начинаете ярмарочную торговлю? Связано это с проведением, как правило, Дня города. Сразу после того, как мы отпраздновали это грандиозное событие, мы начинаем ярмарочную торговлю. Поэтому приходите, пользуйтесь. Константин, и ваши какие-то, может быть, пожелания, даже советы тем, кто идет на ярмарку? К чему приглядеться, на что обратить внимание жителям? Куда может пойти первый раз? Вся продукция хорошая, мы эти вещи контролируем. И, как Владислав Иванович говорит, приходите, с удовольствием вас ждем. Ну, так как это действительно любимые места для горожан, как вы уже неоднократно подчеркнули, думаю, что покупателей меньше не будет и в этом году, а может быть, даже и больше. Поэтому спасибо вам за эту информацию. Спасибо и вам за просмотр программы. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»